Всем привет, с вами Apple. Тема это 10 функций, которые вы могли пропустить в iOS 10.3. Немножко забегая вперед, скажу, что возможно это видео направлено на новых пользователей iOS. И возможно вы знаете все, о чем я сейчас расскажу. Однако это интересно. Самое первое это виджеты. Они стали более масштабными и более информативными в новой версии iOS. Используя iPhone, мы хотим его использовать на все 100%, и виджеты позволяют это делать. Хотя Apple говорила, что никогда не придет к виджетам, однако появляется даже и боковая панель, где находятся все эти самые виджеты. В общем, надеюсь в iOS 11 это все дело получит развитие. Дальше Siri. Она теперь может работать с приложениями. Apple открыла Siri для разработчиков, и они активно добавляют Siri в свои программы. Если бы у меня был установлен Uber, то Siri меня бы конечно поняла и заказала бы мне тачку. Знаете вот этот момент, когда вы увидели фотку у своего друга в iPhone, и такие спрашиваете, чувак, а где ты ее сделал? Теперь просто свайпом наверх вы можете просмотреть геолокацию, где сделана фотка, и более подробную информацию, опять же, об этой фотографии. Не так важно, но все-таки пускай будет. Переходим в настройки на вкладку музыка. Здесь имеется такой пункт, как загруженная музыка. Вообще-то появилось довольно-таки давно, но однако люди сюда просто обычно не заглядывают. Это нужно, например, если у вас остается мало места. Вы можете просмотреть все песни и альбомы, которые у вас есть, и просто поудалять за один раз все то, что вам не нужно. И освободить себе место. За функцию возврата к предыдущему приложению я хочу сказать Apple спасибо. Допустим, вы в Safari переходите в App Store, чтобы что-то скачать. Чтобы вернуться в Safari, вам нужно два раза нажать на кнопку Home, и вы тогда только вернетесь в браузер. Теперь сверху слева имеется специальная кнопка, она работает в каждом приложении, которая отправляет вас обратно. Это очень экономит время. Если вас дико раздражают какие-то стандартные программы, теперь их, благо, можно удалить. Потом их можно снова скачать из App Store в специальном разделе. И также вернемся к калькулятору. Эта функция существует очень давно, однако многие о ней просто не знают. Свайпом по цифрам вы можете удалять одну цифру, а не как в случае, нажав на кнопку S, вы удаляете сразу все, что у вас есть. Если вы учитесь еще в универе или в школе, то вы скажете за это также спасибо. Давно просили следующую функцию, и она теперь существует. Если у вас открыто много вкладок в Safari, удерживая кнопку закрыть внизу справа, вы сможете закрыть сразу же все вкладки. Перейдем в настройки. Мне здесь сверху Apple сделала настройку вашего Apple ID. Здесь вы можете менять ваши имена, номера телефонов, пароли, выбирать варианты оплаты и доставки, мониторить ваши iCloud и iTunes Store и App Store учетные записи. Также смотреть ваши устройства, которые привязаны к вашему Apple ID. Наверное последнее, что понравится людям, у которых гаджеты на 16 гигабайт, то что iOS 10.3 весит намного меньше. Это новая файловая система, которую сделала сама Apple и которая ускоряет даже старые гаджеты. И она просто работает стабильней, ну и занимает меньше места. На этом можем закончить. Я настоятельно рекомендую поставить 10.3, просто потому что система очень удалась и она действительно хорошо работает. Конечно же я рассказал не о всех функциях, которые присутствуют в новой iOS. Но знаете, ребят, это те функции, на которые мы просто не обращаем внимания и часто проходим мимо них. Если видео вам понравилось, то ставьте ваш палец вверх, пишите в комментариях, что думаете о 10.3. Не забывайте о яблочках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok